Археологические работы на Введенском роскопе продолжаются четвертый сезон. Сейчас участники экспедиции заканчивают изучать один горизонт и приступают к новому. На данном роскопе сохранилось немало деревянных предметов, а также немало керамики. Помимо этого, экспедиции удалось обнаружить фрагменты жерного и даже зерно. Находки разнообразные, разноплановые. Если у нас бывают такие дни, например, идет только кожаная обувь. То сегодня находки из всех материалов. Но прежде всего, самая крупная находка сегодня – это жернов. Я беру только часть, потому что он разлетелся на несколько кусков из-за того, что в доме, где он находился, был очень сильный пожар. Дом практически полностью сгорел. И вот от высокой температуры этот жернов раскололся на множество частей. Вот это самая крупная часть. В этом сезоне идет очень много скоплений зерна. Одно из них – это зерно, скопление зерна, которое будет определяться уже в Москве специалистами, что это за зерно, какие в нем есть сорняки, то есть насколько оно очищено и прочее, прочее. Желающих принять участие в раскопках с каждым годом увеличивается. В этом году здесь трудится порядка ста человек. Мы нашли остатки обуви, мы нашли много остатков горшков, мы нашли даже часть такого стеклянного браслета, который 13 века. Ну, много костей животных. Снимаем культурный слой и находим вещи, чтобы определить, какие люди жили на этой территории, какие строения были. Хотелось бы все-таки найти что-то интересное, более какие-нибудь ценные предметы, серебро, золото, чтобы посмотреть, действительно ли тут жили богатые люди. Пока мы, к сожалению, находим только находки, которые показывают, что тут жили достаточно простые люди, потому что все-таки это около стены Кремля уже. Каждый день радует новыми находками. Все эти предметы помогут выяснить вопросы развития города Переиславля-Рязанского и расскажут о жизни людей в начале 16 века. Из находок интересных, интересно, что у нас начинают появляться находки из дерева. Вот одна из них – это кисть, которая, видимо, использовалась для смоления. Здесь в деревянный стержень зажат кусок тряпки. И, видимо, для смоления лодок или чего-то еще эта кисть использовалась. Детские игрушки, лодочки, их у нас уже несколько. И вот сегодня была такая незаконченная лодочка, видимо, что-то случилось, что оказалось браком. И вот эту лодочку, заготовку этой лодочки выбросили. А так у нас есть уже 2-3 целых. Как говорят археологи, территория Веденского раскопа скрывает еще много загадок. В будущем все эти находки помогут выяснить участникам экспедиции, как жили люди примерно 500 лет назад. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».